Продолжаю рассказ о своих московских похождениях. На моём канале уже есть несколько серий о них. И уж пропустить 29 февраля, этот лишний день в календаре, который повторится только через 4 года, вы же сами понимаете, я никак не могу. Кажется, впервые за двухнедельное пребывание в Москве мне нравится вкус еды. И творожок, и сметана со вкусом топлёного молока. Ну вот, действительно, реально вкусно. Что-то с утра мы совсем не подумали про особость этого страшного дня. Я даже совсем забыла, что в славянском календаре этот день, 29 февраля, считается днём Кощея или Чернобога. В общем, про всем известного героя детских сказок, повелителя тьмы, холода, уничтожения и смерти, мы и не вспоминали. И начали проживать этот день, как самый обычный. Тебе долго это делать? Да нет, здесь это не долго. Это всё очень быстро. Здесь только поставить смеситель и прикрутить раковину на место. Но, видимо, сказалась энергетика страшного дня. И со смесителем получилось не быстро. Вернее, в тот день вообще не получилось. Едем из новых черёмушек в Щербинку, которая теперь тоже уже стала Москвой, довезти к моих родителей. Это вот машин много или мало? По навигатору 21 километр. Сейчас посмотрим, сколько нужно затратить на это времени. В субботу в Москве. А за окном началась метель. Вот это да! Завтра весна. Вот он, понимаешь, пишет исходя из данного момента. 37 минут осталось. Да. Ну, посмотрим, сколько получится в итоге. А вот там знаменитый когда-то, не знаю, как сейчас, конно-спортивный комплекс биться. Вот даже кусочек. Видно коней. Масленица идёт. Масленица идёт, а мы стоим. Северное Чертаново. Это уже Варшавка. Варшавское шоссе. Добрались до Чертаново-Южного. Ой. Шоссе всё так же перегружено. Машин полно. Ползём со скоростью черепахи. Это метро-то какое. По-моему, Академика Янгеля. Вот здесь раньше заканчивалась Москва. А теперь Москва продолжается. Это Бутово, значит. Бутово-Южного. Варшавка. Это 46,79. Хороший бензин. Видишь, какой переход-то. Ну, наконец-то, Щербинка. Не горит. 21 километр проехали за полтора часа. Кощей, что ли, тут нам колдовал. Машин не меньше, чем в Москве. Всё хорошо сделали. Дорогу расширили. Главную. А как от главной дороги отъезжаешь, значит, очень узкая дорога. И начинается. Автобус там на остановку стоит. Да, и все стоят ждут. Когда он тронется. Здесь вообще узкие улочки, конечно. Но зато какие широкие тротуары сделали. Масленицу мы догнали уже у дома родителей. Про эти замечательные масленичные гуляния, которые уже пятый год устраивают жителей нескольких многоквартирных домов для своих детишек, я уже сделала отдельное видео. Ссылка на него в описании. Раз масленица пришла, зиме конец, и Кощей нам теперь не так страшен. Вначале о самом актуальном на сегодня. Главная проблема. Смеситель не подошёл. Потом узнаём о новостях медицинского обслуживания в Москве. Сейчас так разделили. Нет этого аппарата, который... Такую зусть сделали, это ужас вообще. Он был этот аппарат, и он его делал в прошлом году, даже полгода назад. Но сломался аппарат, они заказали новый. Пока придёт аппарат, они эту отправили в отпуск, которая работает на нём. Правильно, я говорю, что они будут зря деньги получать. В бессрочной? Нет, нет, пока аппарат там нет. И она мне и говорит. Но сейчас тоже, Володь, всё-таки идут навстречу. Сейчас пустили социальный автобус, который все наши филиалы объезжали. Ух ты! Да. Я-то про такой первый раз слышала. У нас такого нет. Снегу-то сколько намело. Машину откапывать придётся. Всё-таки это не такой дорожный экстрим, как когда мы из Суздаль ехали. Уже в машине прочитала в интернете, что астрологи советуют зачеркнуть день 29 февраля в календаре или даже сжечь листок, чтобы уберечь себя от плохого. Мы ничего не зачёркивали, ничего не сжигали. А по-моему, день получился совсем и неплохой. Как вы считаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!